Всем добро, с вами Дмитрий, и добро пожаловать в новое видео, и сегодня мы с вами продолжим говорить о тех самых историях неприятных, в которые влипали айдолы, и это вторая часть, так что берите чаёчек, кофеёчек, конечно же, подписывайтесь на мой психологический инстаграмчик с красивыми картиночками, ну и по ходу повествования пишите своё мнение в комментариях, а я вас всех очень сильно люблю, ну а мы начинаем! Данная история произошла с Айю, которая в своей песне решила реализировать мальчика, и этот мальчик был героем одной старой сказки, где действие разворачивается в Рио-де-Жанейро, но данная история довольно популярна и любима в Корее, и в своей песне она использовала строчки с недвусмысленным содержанием, за что, конечно же, получила огромную порцию осуждения. В том числе и от автора, который заявил, что персонаж маленький, мальчик, он не заслуживает такого отношения, он не заслуживает этой самой реализации. И после этого Айю, конечно же, сказала, что она ничего такого не сделала, и смысл был понят неправильно, но так как люди понимали, что что-то идёт не так, что возможно она пытается просто оправдаться, в итоге ей действительно пришлось извиниться за свою собственную песню. Другая история затрагивает режиссёра музыкальных видео, кей-поп-видео, и этот человек работал с Саем, он работал с Биг Бэйн, но всё было не так просто. И данного режиссёра зовут Ча Антек, и он использовал своё положение и свои связи с бывшим президентом Южной Кореи, чтобы получить выгоду, чтобы получать более выгодные контракты, чтобы работать с теми, с кем у него иначе бы не было возможности работать. Уже в 2017 году он был приговорён к трём годам решения свободы за то, что он растрачивал средства из бюджета, ну и бывшему президенту тоже досталось как соучастнику. И вообще, она замешана в гораздо более тёмных и грязных делах. Именно поэтому несколько лет назад её убрали с этого поста. Куан Джин из группы N-Flyne и тесные отношения с фанатами. Именно из-за этих самых тесных отношений в 2018 году он добровольно покинул группу. И вот что произошло. А это то, что он был обвинён в том, что встречался с фанатами и буквально гался к ним. И это было не просто так. Конечно же, когда до компании FNC дошли данные слухи, они решили совсем разобраться. И погрузившись во всё глубже, они сказали, что не заметили ничего подобного, что участник группы N-Flyne как-то перегибал палку. Но, тем не менее, он перешёл границу. Границу, которая не разрешает айдолам встречаться с фанатами помимо официальных мероприятий. И так как он это нарушил, то он будет наказан. И наказан он был тем, что ему пришлось покинуть группу. Он больше не мог в ней находиться. И также они заявили, что обязательно разберутся с тем, являются те слова девушек правдивыми или ложными. Действительно ли он совершал какие-то неподобающие действия с фанатами. Но в любом случае, сейчас это дело замято. Потому что участник покинул группу, значит, это уже не дело компании. И четвёртая для данного видео, и восьмая история, в принципе, касается Сын Ри. Либо же Сынни. Кому как будет больше удобно. И это бывший участник группы Big Bang. Почему бывший? Потому что, когда началось дело Чон Джуньона, то он оказался в нём замешан. И он был одним из участников того самого странного чата. Чата, в котором делились не с самыми хорошими видео. И чуть раньше я уже рассказывала вам эту историю. Но для Сын Ри, Сынни, всё не завершилось так просто. Потому что после того, как он покинул группу Big Bang, началось ещё более странное. Что затеяло как раз-таки дело вокруг бывшего директора компании YG, а не только самого Сын Ри. И это их участие в азарных играх. Участие в организации Туцы. Да, вот такие вот нелицеприятные факты. И действительно, многие айдолы только прячутся за маски хорошеньких, правильных. Но никто не знает, что происходит на самом деле. Даже когда некоторых из них оправдывают и говорят, что нет, этого не было. Это всё обман, и их просто подставили. Часто всё сводится к тому, что они просто хорошо заплатили. Они нашли хорошего адвоката, который смог перекрыть все существовавшие когда-либо доказательства. И показать, что этот человек невиновен. Но в ином случае, правда действительно торжествует. Всё встаёт на сторону тех, кто обвиняет. На сторону тех, кто пытается защитить свою честь и свою жизнь. Потому что действительно, в той самой истории, связанной с Чуджунионом и всех, кто был в том злополучном чате, это огромное количество поломанных жизней девушек. Некоторые из которых всё произошедшее тогда не могут принять и по сей день. Ну а своё мнение обо всех этих историях, конечно же, пишите в комментариях. Мне будет очень интересно с вами всё это обсудить. Ну а я вас всех очень сильно люблю. Добавил субтитры DimaTorzok